Ой, тьфу! Всем привет! Это программа Двойное Дно и ведущие Владимир Капустинский и Павел Дмитриев Ну в прошлый раз мы с тобой решили так давай каратенечко запишем минут на 12 потом все как в тумане И сейчас мы тоже дорога похоже идем потому что начинаем не о том Псков, в общем-то, утверждается в звании города, где преследуют журналистов причем за журналистскую деятельность преследуют Да, была акция в поддержку Хабаровска люди кормили голубей активист тоже хотел прийти туда пришли и журналисты и потом они получили повестки о том что на них составлены протоколы Причем, ты говоришь, акция там еще надо было, по-моему, доказать, что акция-то была потому что никто никаких лозунгов не кричал плакатов не держал никто ни перед кем не выступал в целом люди собрались и кормили голубей в общем, насколько я понимаю, это не подходит под описание акции Да, и насколько я понимаю, те, кто обозначил, что это возможно будет акция, они вообще не пришли туда Ну, меня там не было, не видел, не знаю В общем, в целом, само по себе это странно, что вот это акция, это еще надо было доказать, что это акция и потом журналисты, которые были на этой акции, они, даже если считать это акции, там, кормежка голубей, они в этом не участвовали они ходили, фотографировали, были там в масках, вот Иван Журавков, один из тех, кому пришла повестка, сказал, что он был в маске и журналисты занимались своей работой Да, а теперь на них составлены протоколы и это, конечно, удобная история, когда этот указ к губернатору о коронавирусе его так вот спокойно применяют по своему усмотрению пришел человек поработать, свою журналистскую деятельность заняться, ответить что-то оп, тебе протокол а потом, как у нас известно, штрафы ляпают и система, в общем-то, работает Ну, вот мне интересно, что в этом случае, во-первых, что будет в протоколе написано когда вот получат его журналисты и что суд скажет, если дойдет до суда потому что закон о СМИ, все-таки никто не отменял и деятельность журналиста по закону о СМИ разрешена и даже была разрешена во время вот этой вот пандемии деятельность журналистов И я так понимаю, что у кого-то из наших коллег тоже третья административочка за короткий срок Да, в общем, не очень так это хорошо Да, тут надо быть, конечно Ну, это попало в федеральное поле В общем, почему я говорю, что Псков утверждается вот в этом звании потому что федеральные СМИ об этом тоже написали и об этом узнали не только в Пскове, но там и много где За неименем других каких-то благостных поводов вот так вот мы в новостной повестке с федеральной и Пестримой У нас в сентябре выборы пройдут по старой и новой схеме в три дня выборы будут проходить и, в общем-то, ЦИКу разрешили это сделать но это не было рассчитано на сентябрь но им сказали, что если понадобится, то можно и ЦИК решил, что, в общем, вполне себе в сентябре обкатали схемку на голосование по поправкам и региональный сберкомп на той неделе тоже официально там высказал заявление у нас в Косковской области три дня выборы, все дела Вот мне интересно, они подумали, что это здорово на основании какого фидбэка? На основании тех выборов, на которых то, что должно было, получило свои 78% удивительные Так что я думаю, что все говорят о том что это нужно для того, чтобы проще было бы манипулировать выборами сложнее для наблюдателей потому что они не могут ходить за каждым ящиком в каждый двор а тут можно будет опять же голосовать за пределами избирательного человека Багажники, машины, например Так что мы не можем утверждать кто там где подтасовывает но в целом если что-то выглядит как утка ходит как утка Самое прикольное, что партия власти, которая пролоббировала эти изменения она-то говорит о том, что это очень важно потому что мы идем на встречу избирателям это забота об избирателе Ну вроде как из-за коронавируса я так понимаю, вот в чем забота А как думаешь, они потом это обратно отыграют? Когда коронавирус, дай бог, закончится? Я думаю, что нет Когда власть меняет правила игры на выборах это означает, что по старым правилам побеждать уже либо сложно, либо никак И Единая Россия меня просто отожгла, на мой взгляд Они выступили с таким заявлением, что ну вот, да, три дня это долго, потребует наших сил партийных, чтобы провести контроль за этими выборами Контроль за выборами и силы на это потребуются Нет Единой России А тех, кто, например, будет на этих избирательных участках работать три дня вместо одного И, по-моему, за выборы, вот, за поправки им не заплатили больше, насколько я вот слышал Конечно, это в первую очередь напряг для наблюдателей Это же там еще на рабочие дни попадает, насколько я понимаю Да, да Ну, от этого учителя, да, обычно в школах это происходит Очень много учителей в этом задействовано В общем, в целом, это для них напряг Но партия власти считает, что это шаг навстречу избирателям Какие разные шаги навстречу избирателям в глазах партии, правящей ее оппонентов? Члены Единой России тоже избиратели Согласен Это логично В Белоруссии уже в это воскресенье пройдут выборы президентские Это интересно Они, во-первых, наши соседи Во-вторых, их президент там обвиняет, что у нас под ском, кто-то там собирается Какие-то группы В общем, там просто какой-то огонь Да Ты говоришь, соседи Это всегда интересно А как там у соседа, человека? Мы тут живем в своем мире И вот мне кажется Вот ты как думаешь, проиграет Лукашенко? Я думаю Не то, что думаю В Белоруссии такая система, что там не может проиграть Лукашенко Там, насколько я понимаю, эти бюллетени сдаются И потом их уносит глава этого УИК Или как он у них называется И потом уносит результат Ну, написано То есть там невозможно проиграть Если ты президент, который не хочет проиграть Тем более не хочешь проиграть женщине Да Кстати говоря, вот круто, как вся оппозиция белорусская объединилась вокруг одного кандидата Это как три оппозиционных штаба собрались вместе Когда Лукашенко и белорусская милиция Это вот у нас, да, часто говорят, что оппозиция не может объединиться А там как-то очень быстро объединились Да, и это прям удивительно Если брать вот наши российские реалии У нас тут это невозможно Сколько об этом говорят, что надо объединиться Какой-то был бы кандидат единый В общем и целом у нас это не получается Ни разу еще не получилось А там же есть еще такая история, если я правильно понимаю Если главный оппонент Лукашенко проигрывает выборы То она не сможет мужа отмазать от Уголовное дело у него заведено Уголовное, даже не одно, а несколько уголовных дел Из Бабарико там тоже уголовное дело В общем-то, если они это проигрывают То тогда это, ну, они своих мужей не смогут увидеть в ближайшем будущем Ну, возможно, если, да, если это дело Они же говорят о том, что они пройдут амнистию Новые выборы через 6 месяцев, если вот этот объединенный блок выиграет Но там такая реальная жизненная драма может разыграться И поэтому, конечно, по-человечески переживаешь за противников Лукашенко В Пскове на пересечении улиц Некрасова и Октябрьский, да, этот проспект Хотят поставить забор между тротуаром и улицей И, в общем, это уже вызывает какие-то вопросы У нас слишком много заборов по городу Да, это вечно проблемная тема Постоянно говорят о том, что часть населения говорит о том, что Не надо тратить деньги на эти заборщики, они уродуют вид города А в администрациях разных уровней, областной, городской говорят Слушайте, ну, это надо, вот надо, надо Это смертность на дорогах снижает, и все дела Никто тут прав? Это странно, это вот снижает Типа машины не будут пробивать эти заборы Если представить себе такую ситуацию, что машина выскакивает на тротуар Недавно вот на улице Труда машина вот там врезалась в дерево И там она, по-моему, спокойно пробила этот забор И те автомобили, которые вот все время на мосту через Пскову, да, Советский мост, кажется, называется Там они пробивают ограждение, даже в реку сваливаются В общем, это ограждение не выглядит таким, которое бы защитило, в принципе Вот мне кажется, на окраине города, где-нибудь в крестах, вот эти заборчики поставить Ну, хорошо, но в центре города, ну, наверное, не стоит Наверное, все-таки там скоростной режим поменьше надо делать Там особо, мне кажется, правда, не гоняют так, чтобы эти заборы вставить И как-то защищаться от машин Может быть, там, где, например, дети совсем маленькие, какие-то парки, да Может быть, там имеет смысл, чтобы ребенок не выскочил на проезжую часть Ну, например, вот где мы говорим, да, на улице там Некрасова И вот на пересечении с этим, с Октябрьским проспектом Совершенно ни к чему, это центр города Тем более, правда, говорят, что миллиончик там на забор 700 тысяч там на забор И эти деньги, наверное, реально можно сэкономить в городском бюджете А потом, гляди, где-нибудь придомовая территория, уп, и преобразилась И еще как-то локально преображать город Ну, это хорошая альтернатива этим самым заборчикам Ей-богу, будь они какие-то там классные конструкции, формы Ну, нет вопросов, но они же ставятся какими-то кустарными абсолютно Они абсолютно одинаковые в этот квадрат, в это перекрестие Они совершенно нисколько некрасивые И если их делать по какому-то, в общем, там, стандарту Они еще, наверное, дороже бы были, если их как-то вот Ну, да, разумеется Еще больше денег уходило В общем, как-то плюсов очень немного в этих заборах Я как человек, который дальше о почке-то не выезжал Но я слышал, говорят мне люди, что в других городах, в Европе Многие магистрали вообще по землю уведены И там в городах нет таких заборов И такой потребности даже нет в этих самых заборах Ну, такая логика ради машины, то есть и делается ради автолюбителей А вот что там у пешеходов, это, в общем, как-то... Не то, чтобы не волнует, но, в общем, для пешеходов это некрасиво Зато пешеходов волнует, что им это, наверное, не надо И они просят, что ну и тогда и не ставьте эти заборочки В основном, нам это не надо Да Ну что, будем заканчивать? Да нет, давай еще поговорим Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, пишите комментарии Мы читаем все комментарии Иногда плачем Не без этого Да Спасибо, до новых встреч, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok